Привет всем друзья, сегодня с вами снова Владимир, как обещал, это вторая игрушка в любительской серии игр, посвященных Halo, и называется она Halo Zero, или Zero. В отличие от первой, которую я показывал вам вчера, у нее есть такое преимущество, как очень хорошая игрушка. То есть я ни в коей мере не уменьшаю значимость прошлой игрушки, ну, скажем так, 8-битной интерпретации Halo. Но эта игрушка лучше по нескольким причинам, и давайте посмотрим почему. Ну, во-первых, пройдя в опции, мы увидим здесь действительно, тут есть меню, настройка, здесь можно выбрать уровень громкости, музыки и звуковых эффектов, они вместе заключены в один ползунок. Язык, управление под себя, но я все настроил, скажем так, точно так же, как было в компьютерной версии Combat Evolved. И тут управление идет с мышкой. Также есть credits, это можно посмотреть титры о разработчиках, но мы их немножко пропустим. Что здесь отличительного? Здесь есть мультиплеер. Причем вы создаете свой профиль, у вас здесь ранковая система, то есть вы действительно прокачиваетесь и можете играть в мультиплеер. Пока я сейчас один дома, я вряд ли вам покажу именно такой геймплей, но я вообще покажу его после демонстрации самой компании. Итак, игрушку я перепрохожу заново, давайте посмотрим первую миссию. Где-то в космосе, на планете, называемой Рич. Падение Рич, точно так же это все было уже рассмотрено в игре Хейла Рич, но так как игра была анонсирована очень давно, еще до вообще выхода Хейла Рич и третьего Хейла, поэтому ей это можно просить. Итак, чиф, ковенанты нашли нашу базу, они пытаются убить каждого спартанца, нужно покинуть место сейчас же. Вот, еще раз говорю, игрушка вышла до вообще анонса Хейла Рич, поэтому видим здесь классический интерфейс, первой части, здесь щиток, точно так же деление жизни, ну а патроны в принципе все остальное один в один. Давайте поиграем. Так, и так же есть рукопашка. Все звуки один в один у нас слизаны с оригинала. Так же у нас восстанавливается щит, чего не было в прошлой части, которую я показывал вчера. И так же можно менять оружие, и с ним меняется интерфейс, и прицел, и в общем-то так по-серьезному подошли разработчики. Перезаряжаться приходится, есть рукопашка, различные виды гранат, их можно переключать, то есть вот у меня плазмная граната, обычная граната. Я еще раз говорю, звуки, то есть мы видим все монстры, все присутствует, очень серьезный порт. Вот, единственное, я вот слышу звуки элитов, ну вообще звуки ковенантов, но очень исковерканные, и здесь немножечко, скажем так, оружие нагревается быстрее, чем в консольной, либо PC-версии. Не знаю почему. Вот, но бомбочки так же липнут, но еще одно отличие, что бомба не убивает, мы играем на среднем уровне сложности. А если бомба к нам прилипла, то она у нас отнимет только там весь щит и немножко, ну половину жизни, но мы останемся живы. То есть еще вот есть такое отличие. Давайте залепим бомбу. И все. Так. Система сохранения. В отличие от прошлой игры, я буду проводить аналогию с ней, потому что они, так как обе любительские в одной и той же вселенной, здесь есть сохранение, то есть все, что вы прошли, вы все это потом сможете ко всему этому вернуться, и также сохранение по уровню идут в виде чекпоинта. То есть добежав до там, в принципе, в каждом уровне по 2-3 чекпоинта. Но так как игра не очень сложная, вот щит мерцает, то есть мне его сбили, но сейчас они восстановятся. Но так как игрушка не очень сложная, все нормально. Также вот мы видим, как они называются, танки, я не помню. Убиваются незначительно проще, чем в оригинале. Обратите внимание, мертвые ученые. Мы впервые в серии, потому что вообще обычные мирные NPC были, ну, продемонстрированы нам только в Halo 3, в качестве рабочих на планете, как же оно называлось, куда, где было вторжение на Землю. Новые, как-то новые, но я не помню, ладно. Вот наш пеликан. По закону жанр у нас собьют, и мы выживем только мы одни. Ролики пропускать нельзя. Вот. Тут тоже есть бородавочник, но здесь, это полностью двухмерная аркада, здесь не будет вида там сверху, где-то там, как в RPG-шке. То есть, воспринимаем мы только такой. Итак. Чиф, ты в порядке? Здесь неподалеку бородавочник. Давай найдем его и выберемся отсюда. Вот, хочу вам сказать, что если в Halo Reach мы играем за, ну, неизвестного спартанца, то здесь мы смотрим на события, происходящие на планете Halo, на планете Reach, именно от лица главного героя Чифа. Ну, Сэма нашего, главного героя, молчаливого. И здесь он тоже не проронит ни слова. Также прыжки сохранены, то есть, мы прыгаем так же высоко, чуть ли не вдвое выше. Вот и турельки. То есть, ну, этот, в принципе, можно согласиться, что эта работа очень серьезная, но я не думаю, что автор там задавался какую-то целью сделать именно реинкарнацию. Он просто хотел сделать игрушку в серии, качественную. Разработчики Pixel Force и вот этого Halo Zero, у них были разные цели, но обе игрушки хорошие получились. Вот, эта игрушка проходится еще быстрее, чем Pixel Force. Так что, вот, имейте в виду, на нее у вас уйдет, ну, максимум, минут сорок. Ну, полчаса. Также есть вот красные элиты. Ну, звука нету, кстати, я вот не сказал, что звука нету, потому что про запись я вам рассказывал в прошлой части. Здесь те же самые проблемы. То есть, если вы будете играть на компьютере, звук есть, у меня проблемы именно с программой граббинга видео. Так, возьмем углоков. Ну, враги интеллектом не блещут, но все-таки справляются с своими обязанностями. Если подойти к ним в упор, они будут использовать ближний бой. Стараться прилепить на вас. Ах, ты, вот, не... Сколько тебе нужно гранат, чтобы взорваться? Три гранаты ему хватило. Так, сейчас посмотрим, ну... Ага. Чиф, я только что получил сообщение, а ковенанты пытаются разрушить генератор. Мы должны остановить их. Ну, посмотрим. Пошли к генератору. Так как я уже в игрушку играл, то есть, я знаю, что тут можно гнать. Вот наш бородавочник. Мы выступаем в роли артиллериста. Ну, то есть, сидим на стволе. И так же управляем бородавочником. Так вот, в этой миссии можно просто гнать вперед и попутно расстреливать врагов. Просто они нас, разумеется, будут коцать. Но вот если поступить так, на нормальном уровне сложности, то мастер-чиф в любом случае доедет. Там у него будут потеряны, там очень много жизней, но он доедет без проблем. Да, вот как раз с одной единичкой. И все. Миссия на время у нас есть 2 минуты. Можно не торопиться. То есть, здесь на самом деле это не сложно. Особенно на базовом уровне сложности. Ну и рукопашка именно от элитов, она здесь чуть преуменьшена ее сила. В оригинале они коцельно значительно сильнее. Так, здесь должен быть дробовик. Дробовик ни разу не потерял свои качества. Валит на ура. Только здесь он немножко более заторможенный почему-то. Ой, я вот и говорил, что гранатка прилипает, но убивает нас не сразу. Да, нас завалили. Печально, очень жалко, ужасная смерть. Так, game over, давайте продолжим. Так как мы не достигли чекпоинта, то уровень приходится начинать сначала. Так, а теперь, давайте продолжим. пехотинец ты молодец и тут заскриптовал он у нас пропадает потом придется его вручать так и вот этот момент если я не ошибаюсь может быть я ошибаюсь но по моему бомба находится здесь вот мы прилепили гранатку ему да вон она бомба получаем сообщение чиф я признаю ну как я заключенный недалеко от твоей позиции меня схватили пожалуйста освободи меня но сам у нас никогда никому не отказывают а надо было бы иногда говорить и сейчас будем спасать нашего солдафона так чекпоинт на тебе по ногам давайте ради интереса проверим да здесь зональное повреждение то есть здесь можно выстрелить в голову из дробовика это завалит врага я просто сейчас играл пока наблюдал обращал внимание и таймеров у нас больше нет ой не надо так это было подстава давайте еще немножко попробуем так так же они валят ну а сами погибают от своих гранат так кулачные бои встанет меня да можно приседать кстати да со снайперкой прикольненько сейчас будет ну не думайте что там не как то можно использовать прицельный огонь просто это довольно мощное оружие вот смотрите сейчас расскажу как по какому принципу ой 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 по какому принципу тут сделан прицел то есть мы смотрим в край нажмем выстрел и как бы мы стоим на месте мы не можем двигаться у нас есть дистанция мы должны стрелять то есть поменяв оружие мы не будем стрелять кстати как убрать зум я так не знаю но все это условно ну и сложно пользоваться если не как сказать не привыкнуть но скажем так я до сих пор не привык вот параги нас не видят то есть можно так себе вперед расчищать путь так просматривать ну читерство чистой воды так наверху что то я увидел наверное нашу снайперку сейчас и заменим как раз там остались последние выстрелы ну сообразно управляющим ставим пятерку за то хотя что он хотя бы вставил в игру у нас убили так ладно теперь давайте посмотрим на мультиплеер как он делается если кто то играл в комбат эволфт на pc в мультиплеер там было все довольно просто мы сжали хост либо join кто то выступал в роли сервера и давайте посмотрим паттенейм то есть по тэсбоксу допустим хэлл и зеро и можно выбрать карту их много по умолчанию стоит давайте покажу самую первую потому что она самая маленькая блат гул гул вроде бы как в общем кто то выступает в роли сервера кто то в роли ну подключается клиента каким образом если у вас локальная сеть настроена просто жмете refresh и тут будет список всех серверов вот так же игрушка сразу вам говорит ваш айпишник по которому можно будет подключиться к игре временное ограничение 10 минут давайте включим вот такая вот карта тут лежат оружие можно сразу подбирать их и как я уже сказал карта очень маленькая то есть она ограничена вот мы видим вверху зеленый коридор его нельзя пройти то есть вот преграда и сейчас вы увидите какая она маленькая то есть это в принципе для замеса там ну вот в центре есть ракетница она для замеса вот если два игрока или трое то есть тут еще более менее комфортно для других режимов лучше выбирать карты побольше давайте еще посмотрим парочку карт но я ничего не заработал так и давайте пати менять не будем где реликт тут мы уже на корабле кавинандов или как правильно на их пространствах и уровень уже более такой раскрепощенный то есть двухуровневый вверх вниз можно давайте дальше посмотрим ну по моему кстати эта карта тоже коротенькая гранатки валяются нет не такая что она и маленькая кстати нет ну да давайте еще посмотрим что есть айсфилдс это ледяная карта есть снайперка вот кстати интересно в мультиплеере ей удобно пользуется наверняка удобно а вот в принципе переделка первой карты ну вот такой вот у нас есть хейла зеро ссылка на него будет в описании к видео наверняка многие уже прошли потому что игрушка не новая но блин очень интересная с вами был владимир до скорых встреч у нее да Продолжение следует...